Стамбульские договоренности остаются на столе и могут лечь в основу приговорного процесса, заявил Путин. А также он сказал, что прекращение огня без достижения договоренностей по Украине невозможно. Давайте послушаем. Просто сейчас взять и объявить о прекращении огня в надежде на то, что обратная сторона предпримет какие-то позитивные шаги, мы просто не можем. Это первое. Второе. Нам нельзя допустить, чтобы после прекращения огня этим прекращением противник воспользовался для того, чтобы улучшить своё положение, довооружиться, доукомплектовать с помощью насильственной мобилизации свою армию и быть готовым к продолжению вооружённого конфликта. Нам нужно добиться того, чтобы противная сторона согласилась предпринять такие шаги, которые являлись бы необратимыми и были бы приемлемы для Российской Федерации. Премьер Венгрии Орбан, когда был в Киеве, он просил о прекращении огня. Я же не думаю, что он сам мог это предложить. Почему тогда Путин отказывается? Нет, как раз Орбан, когда приезжал в Киев, он предлагал сам. То есть нельзя говорить, что Орбан — это такая собачонка, которая гавкает, потому что ему говорит, что это делает Путин. Это всё-таки карикатура. Орбан в этом смысле является достаточно самостоятельной фигурой, чтобы иметь своё собственное мнение. Но вот это собственное мнение его совпадало с мнением Путина. Это не означает, что Путин ему прямо приказывает. Просто это мнение Орбана, он считает, что оно правильное. А у него ни одного такого мнения есть. Есть ещё другие политики, которые говорят о том, что надо выходить на какие-то переговоры. Папа Римский, Трамп тот же самый говорит о своём каком-то мирном плане. Си Цзиньпинь говорит о своём мирном плане. Мало ли кто говорит о каких-то мирных планах. Путин всё, что говорит, мы убедились неоднократно, он всегда переворачивает ровно, зеркально. То есть всё, что на самом деле делает Российская Федерация, и все претензии, которые можно предъявить к Российской Федерации, он всегда зеркально предъявляет либо Украине, либо западному лагерю. И в этом смысле здесь ничего нового нет. В этом смысле этот ответ как бы тому же самому Орбану. Потому что вот Орбан, когда приехал к Зеленскому, он сказал, что надо там прекратить обстрелы, и тогда будет проще и быстрее заключить мир. А Зеленский ему сказал то же самое, что сказал Путин. Ну а как вы себе представляете, вот мы прекратим, значит, если нет гарантии, что противная сторона тоже прекращает, это что значит? Она, значит, тогда использует это время для того, чтобы довооружиться, для того, чтобы укомплектовать свои разрушенные части и так далее. То есть Путин, всё, что он сказал, абсолютно относится к нему напрямую. Вот это вот как раз то, что Зеленский сказал Орбану в ответ на предложение про это прекращение. То есть, в принципе, это разговор ни о чём. И больше того, Зеленский ещё добавил одну вещь от себя. Он сказал, что а как можно верить Путину? Вот где у нас то Путин, это человек, с которым вообще можно договориться. Да, потому что он же уже сказал, допустим, во Вьетнаме, что Российская Федерация никогда не выведет свои войска с территории Украины. И о каком, значит, мирном плане с Путином, который это сказал, вы можете говорить. Потому что какому Путину вы верите, который говорил, что мы на нас не нападали, и что мы ни на кого не нападали, это на нас напали. Вот с этим Путином вы собираетесь верить и вести переговоры. Путином, который нарушил подпись Российской Федерации под Будапештским меморандумом, это вот с этим Путином вы собираетесь заключать какие-то переговоры. А где гарантии, что он не нарушит эти соглашения, точно так же, как он нарушил Будапештский меморандум? То есть вот о чём идёт речь. То есть этот разговор был ни о чём. То есть сказать-то можно красиво. Вот мы там за мир, за дружбу, мы за то, чтобы перестали убивать людей. Это может сказать кто угодно. А практически-то это во что выливается? Так ему надо было сначала к Путину поехать, а потом к Зеленскому. Потому что сначала надо с агрессором говорить, а потом уже с жертвой агрессии. А он сначала к жертве агрессии приехал и говорил, ребята, ну ладно, поднимите лапки, сдайтесь, и наступит немедленный мир. А когда ему Зеленский сказал, ты о чём вообще? Ты как из себя можешь представить? Но Орбан тогда сказал, ну теперь вот я должен к Путину съездить и ему что-то там предложить. То есть, в общем, ну понятно, что это разговор ни о чём. Орбан занимается своим собственным пиаром. И Орбан идёт по стопам Трампа. Потому что для Орбана главным лидером западным является Трамп, который ещё не избран. И Орбан слышал, что Трамп говорил, что я, ещё не будучи избранным, я прекращу эту войну за 24 часа. Вот Орбан пытается сделать то, что Трамп ещё даже не собирается делать. Вот и всё. И Орбан сказал, что я должен поговорить с Зеленским, а потом я должен поговорить с Путиным. И вот Орбан делает абсолютно то, что сказал Трамп. Просто разница очень маленькая в том, что Трамп, если он будет избран, то он будет избран во главе государства с внутренним валовым продуктом в 27 триллионов долларов. А Венгрия — это вообще мизерное государство, которое на карте даже в экономическом плане увидеть невозможно. И поэтому к тому, что говорит Орбан, отношение совершенно не такое, как к тому, что говорит Трамп. Вот и всё. Попиальц этого Орбана никто не запрещает. Кто ему запрещает съездить в Киев и в Москву? Никто не запрещает. В Венгрии сейчас вступила в председательство в Совете ЕС на 6 месяцев. Ему надо показывать, что он предпринимает какие-то шаги. Вот он предпринимает шаги. Потом скажет, ну вот я ездил к одному, ездил к другому, они ко мне не прислушались. Извините, вот я всё, всё, что от меня зависело, я сделал. Теперь делайте сами. Вот и всё. Вот и вся политика Орбана. Кстати, Путин считает бессмысленным обращаться к Верховной Раде, чтобы вести переговоры. И в то же время его не устраивают и посредники. Хотя ранее мы помним, как Путин очень активно намекал на то, что он готов вести переговоры со спикером Радой Стефанчуком, и он даже там изучал Конституцию Украины. А что поменялось сейчас? Поменялось очень просто. Когда он эти измышления озвучивал, его просто все послали. И поскольку его просто все послали, ну вот туда, куда, понимаете, я не буду это озвучивать, иначе потом наш ролик YouTube забанит. Вот, и все, ему теперь надо делать хорошую мину при плохой игре. Он сказал, ну поскольку меня, но он не может сказать, поскольку меня послали, я теперь, так сказать, с ними разговаривать бессмысленно, потому что меня все послали. Но это так. То есть просто он пытался найти, он пытался вбить клин в украинское общество, и он пытался столкнуть лбами Верховную Раду Украинскую и Офис Президента, и Президента. И ему это не удалось. Поскольку ему не удалось, он теперь пытается эту тематику расширить немножко, и пытается теперь вбить клин между украинским народом и Верховной Радой, и Офисом Президента. И сказать, что вот, типа у вас не с кем разговаривать. Давайте я там с вами, с народом буду разговаривать напрямую. На что народ ему тоже говорит. Ему уже однажды говорили, вот люди, которые сидели на острове Змеина, они универсальную формулу обращения с российским захватчиком они вывели. Значит, русский военный корабль, иди куда там. Вот вы даже марку по этому поводу выпустили, и марка была очень популярной и остаётся очень популярной. Вот ему Зеленский сказал Орбану, вот куда надо идти за русским кораблём. Значит, в Верховной Раде Путину сказали, что надо ему идти за русским кораблём. Вот и всё. И теперь ему приходится изменять свою риторику. И теперь пытается он, теперь может обратиться там к украинцам, которые, ну, там, устали от войны, если сказать им, намекнуть на то, что, ребята, давите на своё правительство, давите на свою Верховную Раду, потому что, видите, вот они не хотят разговаривать. Тут особенную политическую близость между Си Цзиньпином и Путиным нам показал путинский любимый мальчик Паша Зарубин. Я предлагаю посмотреть. Близость двух стран проявляется даже в этом. Китайские Хунци, Си Цзиньпин и российский Аурус Владимира Путина припаркованы вместе. Посмотрите, насколько близко друг к другу. Я испугался, когда вы мне сказали, что Паша Зарубин показал, что у них там у Си и у Путина была близость. Это он как-то писал видео. Это очень смешная штука, потому что я ждал кровати, вот у них будут вместе стоять прямо в одном номере, или там они в одной кровати будут спать, а у них, значит, Аурус и китайские чиновозы стояли вместе, поэтому у них близость Паша увидел. Это очень смешная штука, конечно, в общем, это понятно совершенно, потому что такие вещи... Ну, это глупость просто по-человечески. Вот посмотрите, как они близки, у них, значит, машины поставили даже вместе. Потому что, строго говоря, если бы там Путин и Си Цзиньпин за рулем приехали бы куда-то там и машины, а это, значит, казахстанцы им сказали, вот машина китайская будет стоять здесь, российская будет стоять здесь, а Паша увидел, что они стоят вместе, и говорит, вот, видите, близость. Ну, в общем, это смешно, конечно, это всё ни о чём. Кстати, этот саммит, это тоже такая тусовка, просто такая приятная тусовка. Значит, опубликовали меню, там у них такое, видите, красивое меню, чтобы у всех там, значит, слюньки потекли. На самом деле, кроме этой тусовки, там ничего нету. Это как раз объединение, почему в него так радостно все вступают и с таким желанием туда ездят, потому что это ни о чём. Это, грубо говоря, просто, ну, потусовались, значит, поговорили, послушали какие-то слова, значит, пофотографировались вместе, вот и всё. Это вот как большая двадцатка, примерно такая же штука. Вот двадцатка, брикс, вот эти вот шосс, это примерно одно и то же. Но Путин, наверное, не знает, что Си Цзиньпин сейчас строит железную дорогу в Европу, в обход России, в пределах китайского проекта «Один пояс, один путь». И он как раз договорился с Китаем, с Кыргызстаном, Узбекистаном, и это хороший такой, ну, извините за слово, подсказник, наверное, Путину, потому что теперь все товары будут обходить Россию, и средства за транзит товаров, они будут также и обходить казну Российской Федерации. Ну, Путин это прекрасно знает, Путин это отлично знает, и поэтому ему, конечно, это очень неприятно. Вот, но сделать он ничего не может против этого дела, потому что Китай, безусловно, экономически в 10 раз больше Российской Федерации, он уже давным-давно заключил эти соглашения, и есть даже одна страна, Центральная Азия, Туркменистан, которая даже не хочет играть в эти игрушки с шоссом всяким. Она просто в него даже с самого начала не стала входить, потому что они считают, что это не та организация, к которой надо было входить. Вот, это такая пустая скорлупа, которую каждый направленно наполняет тем, что хочет. Китайцы наполняют своим содержанием. И, кстати, в последнее время, я вам напомню, что это все-таки называется Шанхайская организация. У нее штаб-квартира в Китае находится. Там, конечно, есть российские чиновники, и чиновники от каждой из стран, которые входят в эту организацию. Но основная все-таки бюрократия находится в Китае, и поэтому у Шосса инициатива китайская в основном. Тем более в этом году, значит, на год Китай будет председателить в этой организации. И Путин, даже когда встречался с Такаевым, вот он, значит, у них там был такой разговор, вот типа, ну вот вы, значит, Хасим Жамарт, председатель в Шоссе, затем в ВДКБ, вот, а я зато в Бриксе и зато в НСНГ, да, и вот мы с вами такие крутые мужики, такие все председатели. Вот, но это разговор, вот, тоже, в общем, детский абсолютно разговор, потому что и те, и другая, и третья, и четвертая организации, это организации ни о чем. Вот НАТО — это организация о чем? Даже ООН — это организация о чем? Потому что это все-таки всемирная организация, которую признают все. Вот, а это, ну, просто, ну, клуб по интересам. То есть, ну, грубо говоря, когда вам предлагают, слушай, есть вот тут клуб, открылся какой-то, ну, практически членство ничего не стоит в нем, там, три копейки, здание хорошее, народ какой-то там более-менее приличный, там, кормят хорошо, вот, давай там это, вступай. Ну, они говорят, ну, сколько стоит? Ну, там, три рубля. Ну, давай, ладно, вступлю, никакие проблемы нет. Вот это вот об этом, да, потому что, если вы посмотрите объем, значит, торговли, Китай — это почти 18 триллионов ВВП, значит, ну, России 2 триллиона, то есть в 9 раз меньше, чем Китай. Индия — это, там, 6-7 триллионов долларов ВВП. То есть, на самом деле, Китай и Индия — это в 20 раз больше, ну, не в 20, а в 15 раз больше, чем в Российской Федерации. И совместная торговля внутри этого самого ШОСа между всеми членами СОСа — это 19 миллиардов долларов. 19 миллиардов, миллиардов. То есть, на, там, три порядка меньше, чем их потенциальный ВВП. То есть, это ни о чем, на самом деле. Это пустая, абсолютная пустышка. Но всем приятно, вот, там, Генсек туда приехал, там, приехало несколько руководителей международных организаций. Вот они, значит, все, там, вот Беларусь, там, десятым членом встретили, приняли. Там, 6 наблюдателей, там, Монголия, Турция, там, я не знаю, там, еще кто-то, там, арабы, там, какие-то, там, Саудовская Аравия, там, Египет подключаются. Ну, это тусовки. Всем приятно потусоваться в хорошем, в хорошем месте, поесть вкусно, там, я не знаю, сделать какую-то пресс-конференцию, сфотографироваться на фоне флагов. Это разговор ни о чем. А то, что, кстати, Беларусь присоединилась к этой организации, здесь есть какие-то угрозы? Нет, угроз никаких нету, это просто приятно в Беларуси, потому что ее все-таки приняли в какую-то организацию личную, потому что Лукашенко, в общем, он же тоже такой же человек, который находится под санкциями всякими. Вот, и если есть какая-то организация, в которой тебя еще куда-то там принимают, почему бы нет? Вот, его приняли, потому что Китай же все-таки с ним имеет какие-то там все-таки программы. Вот, но с другой стороны, посмотрите, вот вы правильно сказали, что вообще Китай собирался, у него было несколько вариантов транспортировки по суше своих грузов в Европу. Потому что для Китая самый главный рынок, вот если брать из всего мира, это европейский рынок прежде всего, потом американский рынок, и потом азиатские рынки вокруг него. С азиатскими рынками все просто, там по морю все можно возить или в соседние страны по суше. А вот с Европой далеко, потому что надо окружным морским путем, вот, а там хуситы какие-то пускают ракеты теперь на пути к Суэцкому каналу, или вокруг Африки там что-то далеко. И поэтому Китай ищет какие-то иные пути, и одним из путей была, кстати, Российская Федерация. Но Китай подумал, 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 и решил, что нет, что-то Россия не является стабильной страной, у неё плохие железные дороги, там заторы, там она не может построить специальную дорогу для Китая, которая будет работать только на китайские товары. Она слишком длинная, это обходной путь. Гораздо прямее путь через Центральную Азию, потому что вот Центральная Азия, потом дальше Турция, и всё, и уже Европа. Вот, то есть это гораздо ближе, это в два раза ближе, чем через Россию, а может быть даже и в два с половиной раза. Вот, и всё. И Китай, когда принял это решение, то есть ничего Путин там мог сказать. Но Беларусь, как какой-то участник этого пути, где-то там в конце, Китай его рассматривает. Но другое дело, что посмотрите, там на этой неделе, или там на прошлой неделе, значит, Польша и Литва, учитывая то, что Лукашенко делает отвоительные границы, они просто закрыли свои пограничные пункты. И всё. И китайские товары, которые были в хабе, которые создали логистические в Беларуси, они все встали, они не могут попасть в Европу, потому что Беларусь находится под санкциями. И поэтому Китай, Беларусь в этом смысле, ну, вступить, пусть она вступает, какие проблемы, но в экономические схемы её подключать дальше не будут. То есть шёлковый путь, это будет, значит, Центральная Азия, дальше Турция, дальше Болгария, и всё, и дальше Европа, уже Болгария, это уже Европейский Союз. И всё вперёд, и никаких проблем нет. Ну, и как всегда, журналисты обращают внимание на состояние Путина, как он выглядит, как он говорит, как он там жестикулирует. И вот есть видео, и на том видео как-то Путин, ну, очень совсем неважно выглядит, вроде как поправился. И мы с вами неоднократно говорили в наших вирах, что у Путина есть там двойники, некоторые могут ездить на разные протокольные мероприятия. А какие гарантии, что вот настоящий Путин, мы помним, генерал СВР говорил, что он умер в морозильнике, лежит, а вот действительно на такие подобные мероприятия приезжает именно двойник? Нет, я не думаю, что это так, потому что, в общем, слишком много народу. И, вы знаете, если бы на международном уровне был какой-то двойник, то все разведслужбы были бы в этом абсолютно в курсе. Ну, кстати, Валерий Дмитриевич Соловей и генерал Сверд, они говорят, что они все в курсе, им просто пофиг. Вот. И я, на самом деле, в этом смысле объяснял мою тоже позицию, что президент Российской Федерации это, с одной стороны, вроде человек какой-то, а с другой стороны, это функция. И вот пока эту функцию президент Российской Федерации признает международное сообщество, даже если всем знали, что Путин, допустим, мёртвый. Вот представим себе ситуацию, что они правы, Соловей и генерал СВР, и что действительно Путин мёртв. И вот если бы такое случилось, и международные страны сказали бы, мы не признаём больше этого человека, который похож на Путина за главу государства, и, пожалуйста, к нам его не присылайте, вот тогда всё бы изменилось. Вот. Но поскольку никто этого не сказал, то разницы никакой нету принципиальной, потому что функция главы государства признаётся всем международным сообществам абсолютно на сто процентов. И вот этого упорно не могут понять ни генерал СВР, ни Соловей. Потому что они говорят, они вот тупо, ну, поскольку они объявили о том, что Путин умер, и они считали, что они, объявив это дело, они создали, кстати, тогда международную сенсацию некоторую, и они считали, что вот всё поставят под вопрос легитимность Путина, ну, значит, и так далее. Я вам отвечу очень просто. Вот смотрите. Если бы это было правда, только первая страна, которая заинтересована объявить о том, что никакого Путина нету, на его месте стоит двойник, и вообще этот человек абсолютно нелегитимен на посту в руководстве Российской Федерации. С одного раза, сгадайте, этой страной является Украина. Ну, кстати, потому что вы... А Вашингтон нет? Нет, нет. С одного раза вот самая страна, которой это было бы больше всего выгодно... Вот Путин о чём последние два месяца говорит? Что президент Зеленский, у него закончился срок, не был... Президент Зеленский нелегитимен, поэтому надо общаться с председателем Верховной Рады, а если не с председателем Верховной Рады, то вообще не с кем общаться, да? Вот, казалось бы, в ответ на это дело президенту Зеленскому надо было сказать, а вообще Путин умер 26 октября. Нет никакого Путина. Нет никакого Путина. Но ведь Украина об этом не говорит. Правильно? А что, в Украине нет хорошей разведки? Вы что, не доверяете Кириллу Буданову? Я, например, считаю, что Кирилл Буданов вполне себе профессиональный человек. Это военные разведки, и у вас там, значит, кто там... Литвиненко, который во главе... И Малюк, значит, во главе СБУ, и Литвиненко во главе СВР, все они, ни один из них не говорит, что этот Путин на самом деле никакой не Путин, а двойник. А вот, казалось бы, для Украины это было бы вот первое. Вот если бы это всё работало, то вот 27 октября прошлого года первой бы страной, которая подключилась, сказала бы к тому, что больше нет никакого Путина. А значит, не с кем ввести войну, значит, надо прекращать войну. Всё, эта война была война вот этого Путина. Путин её развязал. Но в Украине же ни одного государственного человека и ни одного представителя спецслужб, который этот вопрос не поставил серьёзно. Тем не менее, кстати, Кирилл Буданов говорит, что у Путина есть двойники. Да, у нас есть подозрения, у меня довольно большие сомнения. Вернее, сомнения в том, что у Путина есть двойники, двойники у нас нету. Но это двойники технические. Вот Мариуполь послать и снять видос о том, что якобы там Путин сидит за рулём автомашины, и значит, там мимо него проходят сорокатонные фуры, которые могут смять эту машину в одну секунду в лепёшку, а Путин сидит в этом машине за рулём, в это поверить никто и может. Такие технические двойники у него, безусловно, есть. И чтобы собралось 16 руководителей значимых государств, и говорили бы с каким-то двойником, в это поверить кто не может абсолютно. Прежде всего, Украина. И Украина ни слова никогда не сказала в подтверждении версии генерала СВР и Валерия Дмитриевича Соловья. А это значит, что на самом деле эта версия нереальна. Если говорить о двойниках, то действительно Буданов говорил, что есть у Путина двойники, есть бункеры, мы даже, возможно, знаем, где они находятся. И, кстати, вот Путин недавно ездил по России, и там снова обнимался со всеми россиянами. Я думаю, что, скорее всего, там точно был двойник. Если говорить о них, то кто ими управляет? Это спецслужбы? И если да, то какая именно? Чья это большая специфика? ФСБ? ГРУ? Нет, здесь совсем не то. Это ФСО. И даже не просто ФСО, а служба безопасности президента. То есть это люди, это служба, которая находится... ФСО — это Дмитрий Кочнев, бывший охранник Путина, и Алексей Рубежной, который руководит службой безопасности президента. Это вот тот человек, который садится с ним в аурус, перед ним в генеральском, иногда в мундире, а иногда без генеральского мундира. И Путин охраняет 5000 человек. И, безусловно, если у него есть технические двойники, то они являются офицерами ФСО и офицерами службы безопасности президента. И именно эта служба их охраняет примерно так же, кстати, как и Путина, заботится об их безопасности, заботится о секретности их существования, об их проживании, об их снабжении, об их семьях, если у них есть, но я думаю, что у них семей никаких нету. И так далее и тому подобное. То есть, конечно, это исключительно служба безопасности президента. Это никакая не ГРУ, это никакая не ФСБ, никакая не СВР, потому что это слишком далеко от Путина. Им занимается непосредственно служба, которая занимается его личной безопасностью. Сергей Олегович, огромное спасибо вам за этот разговор, за то, что вы нашли время для эфира. Я желаю вам хорошего и спокойного дня и напомню, что Сергей Жирнов был с нами на связи. Орбан вполне может быть и в Венгрии медиатором, таким переговорщиком своеобразным. Вот Зеленский же сказал в интервью «Филадельфия инквайр», что возможен формат с участием третьей стороны, как было с зерновой сделкой, и вот Венгрия может быть претендентом на эту роль. Я, конечно, в этом почему-то сомневаюсь. А вы, как полагаете, может ли быть Орбан тем, кто... Ну, и не все же захотят, скажем прямо, вообще разговаривать с Путиным, не то, что руку ему жать. А дело не в том, чтобы разговаривать с Путиным. Дело в том, что когда Зеленский говорил, он не говорил слово «посредник». Он все время показывал модель. Модель была вот эта вот с зерновой сделкой. Модель зерновой сделки, что характерно? Там не был просто посредник. Посредник, а тот, кто пытается согласовать позиции, прийти к общему знаменателю, чтобы в конце подписали договор. Словно говоря, там, Германия и Франция были нашими посредниками в Минске. Или Саркази был посредником между Россией и Грузией в 2008 году. Но сейчас это вообще не так. Идея Зеленского не в этом состоит. Но она тоже достаточно мертвая идея. Просто он говорит, ну, вот так можно было бы попробовать. Что появляется третья сторона, которая заключает договор. И, то есть, если вспоминаем зерновую сделку, Украина не подписывала зерновую сделку. С Россией, это важно понимать, не подписывала, не договаривалась. Украина подписала договор с Турцией и ООН. В свою очередь, Россия тоже подписала договор с Турцией и ООН. Симметричный. Таким образом, что было важно в этом договоре? Что Украина не начинает от этого верить России. То есть, Украина не должна верить в то, что написано в договоре. Она же не с Россией подписывала. Украина начинает верить Турции и ООН, а не Российской Федерации. Почему невозможен никакой мир подписать никакого договора с Россией? Потому что нет доверия к России, естественно. Мы не верим в то, что она будет выполнять то, что написано. Должна быть страна, которая будет ее заставлять. Может ли Турция... Теперь давайте вспомним зерновую сделку. Может ли Турция заставить Россию соблюдать правила судоходства в Черном море? Может. Ну, в смысле, вот идут наши корабли гражданские в Одессу с зерном. А россияне решили напасть на эти корабли. Может ли Турция помешать россиянам? Может. Потому что флот Турции в Черном море сильнее флота России в Черном море. И Турция может с ним сделать все, что угодно. То есть, Турция является гарантом по этому договору. Потому что она физически может его гарантировать. А теперь возьмем нашу войну. Венгрия. Поставим теперь... Венгрию ставим на место Турции. Да? И Венгрия должна стать гарантом в договоре. То есть, Венгрия подписывает договор с Россией. Ну, представьте себе, да? Договор с Россией. Что Россия, например, не знаю, выводит все войска и больше не нападает на Украину. Венгрия чем это будет обеспечивать? Я не знаю. У нее что есть? Чем давить? Автобусами Икарус или горошком Глобус? Или кубиками Рубика завалит россиян? Ну, чем она будет гарантировать? Поэтому это полная ерунда. Венгрия просто не может физически гарантировать потом. Нам посредники не нужны. Мы уже с Абрамовичем пробовали, правильно? Нам посредники не нужны. Нам нужны гаранты, а не посредники. И вот Венгрия не может быть гарантом. То есть, тот гарант, который заставит нас выполнять условия, и заставит Россию выполнять условия. Вот по войне таким гарантом, в общем, ну кто? Ну, Соединенные Штаты, если бы согласились. Ну, даже в теории, да, могут быть. А больше, наверное, может быть Китай. И то я не уверен. Но я не говорю, даже, предположим, согласился, да, почему-то Китай. Может ли он заставить Россию соблюдать международные договоренности? Может. Или у него не хватит ядерного арсенала? Так вот, ему не хватит ядерного арсенала, чтобы в случае чего уничтожить Россию. Ну, предположим, подписали мы с Китаем и Китай с Россией договор о том, что Россия больше к нам не лезет. А Россия на следующий день применяет против нас ядерное оружие. Вот американцы в этот момент могут уничтожить всю Россию, снести ее просто от лица земли, и чтобы не было такого больше слова. А китайцы не могут, им не хватит ядерных зарядов. Поэтому в мире есть только одна страна, которая способна стать гарантом такого договора от Соединенных Штатов Америки. А почему-то мне казалось до этого момента, что Китай все-таки может повлиять на Российскую Федерацию, просто не хочет. Но теперь я понимаю, что если паритетность ядерного арсенала, хотя, с другой стороны, мы не знаем, в каком состоянии ядерный арсенал у Путина, он-то им грозится, но кто там-то проверял, может, там все уже такое же ржавое, как его мозг. Нет, там нет паритета. Если у Китая очень маленький ядерный арсенал, поэтому Китай не может быть этим самым гарантом. Он просто физически не может. А насчет того, что кем может, плохой ли арсенал, неплохой ли арсенал, мы у Китая тоже не знаем, в каком состоянии, кстати, тоже не проверяли. Мы не знаем, какая у них армия, это же тоже все сказки, да. Вот китайская армия, сейчас вторая армия мира, насколько мы знаем. Но мы раньше про еще одну думали, что она вторая армия мира. А когда последний раз воевала китайская армия? Когда брала Тибет? Ну, нехорошо. Последний раз она воевала в 80-м или в 79-м с Вьетнамом, так она проиграла. И как-то не показала себя второй армией мира. Еще армия Ирака была второй армией мира по численности. И как-то за месяц прекратилось свое существование, а президента Ирака повесили. Поэтому тут опираться нельзя на Китай в этом смысле тоже. Китай может воздействовать на Россию? Говорят, это правда. Китай может ли оказывать влияние на Россию? Может. Безусловно. Вот здесь, безусловно, Китай может оказывать влияние на Россию, потому что без Китая Россия умрет. Вот именно физически умрет. От голода умрет. От того, что не в чем будет стирать белье умрет. Потому что не будет стиральных машин. Тазиков, кстати, тоже не будет. Если они захотят стирать в тазике или использовать стиральные доски. Кто помнит, что это такое еще? Я просто стирал когда-то. Тоже нет. Россия не умеет делать стиральных досок. Секрет утерян. А китайцы умеют. Поэтому Китай может оказывать давление на Россию. Но не может быть гарантом. Не может быть гарантом по мирному соглашению. И думаю, а вообще, какие медиаторы, какие переговоры с ними могут быть? Выбивать их оружием на земле до 1991 года и дальше границ. И потом с тем, кто там останется от них кто-то и доживет до этого трибунала. Зачем вообще разговаривать? Капитуляция и подписи под этим. У нас есть, к сожалению, такое одно обстоятельство. Мы живем физически в городе, который обстреливается, каждый день почти обстреливается россиян. Уже третий год. У нас нет электричества действительно. Да, объявили в розыск Шойгу. Объявят в розыск Белоусова скоро, потому что сейчас же уже при нем происходят обстрелы. Значит, Белоусова тоже объявят в розыск. И поэтому для нас война это ежедневная реальность. Просто мы знаем, в чем она состоит. Знаем, кто такие россияне. У нас нет ни одного сомнения. А для людей в Америке, для людей в Германии у них же нет такого ощущения. Ну, просто нет. Ну, давайте честно, не будем от них требовать больше, чем возможно. Мы сами тоже, когда происходит какая-то трагедия в, не знаю, в Руанде, геноцид, мы не просыпаемся каждое утро с воплями, какой ужас, миллион тутси. Не просыпаемся. Мы не верим, что это происходит. И для нас это очень далеко. И мы не уверены, кто из них прав. То ли хуту зарезали тутси, то ли тутси зарезали хуту. Это я сейчас практически процитировал израильского министра финансов, который сказал, то ли украинцы убили русских, то ли русские украинцы про Гучу. Понимаете? Вот. Для нас это чрезвычайно было бы далеко. Для них это все тоже далеко. Поэтому мы знаем, что так надо. А вот эти американцы, немцы, они так не знают. Поэтому они хотят. Конечно, они хотят, по большому счету, от нас каких-то разговоров с россиянами, каких-то компромиссов и так далее. Вот и все. Если бы мы могли сами своим оружием воевать, ну окей, тогда да, но этого же нет. Гитлера тоже не сразу все объявили абсолютным злом. Вы знаете, что когда Чарли Чаплин снял фильм «Великий диктатор», возможно, вы видели, где Гитлер играет глобусом в этот волейбол, то этот фильм не нашел прокатчиков в Америке. Потому что кинотеатры контролировались людьми, которые сочувствовали национал-социалистам немецким. Орбанами такими местными, понимаете? Поэтому Чарли Чаплин снимал это все на свои деньги, это кино. Потому что никто тогда еще не верил, что Гитлер прям зло, да вы что, цивилизованный человек. Посмотрите, входит в прекрасном костюме, Хьюго Босс его обшивает. Вы о чем вообще? Вот видите, и все. Вот Хьюго Босс обшивал, как мы знаем, Гитлера, его СС. Вот, тоже из уважения. Помните, как прошло ноль дней, пока не били Нестера Шуфрича? Так вот, прошло ноль часов, пока Лукашенко не потряхивал ядерными оружиями дубинкой. И вот он опять никогда не было. И вот снова говорит, что если вдруг против Беларуси будут идти на провокации эскалацию, говорит, эскалацию, хоть вообще никто не трогает, то мир сотрясется. А чем он будет потрясать? Чужой ядеркой тактической на своей территории, на которой он даже прав не имеет? Что эти двое постоянно, вот уже смотрите, сколько дней пытаются продвигать и опять об эскалации заговорили? Да, это он сотрясает ядеркой, потому что его какой-то генерал, я не помню, честно говоря, министр обороны или просто какой-то, Лукашенковский, сказал, что применят они ядерное оружие в случае, если будет угроза, там, нападение территориальной целостности Беларуси и так далее. Это в смысле, если мы нападем. Они для чего это говорят? Это не случайно с всем, потому что сейчас они массово прям продвигают историю, такую пугалку о том, что они пойдут на Киев. Россияне, в смысле. Это очередная угроза, в смысле, если вы сейчас не согласитесь на наши условия, которые Путин выдвинул, вот отдайте нам Херсон, отдайте Запорожье, мы снова пойдем на Киев. Они про это открыто говорят. Естественно, чужими устами. И, естественно, они выбрали те же уста, которые они выбирали в этой же ситуации два года назад. Это уста издания Foreign Affairs, в ангажированности или не ангажированности которого я начал сомневаться после последней статьи. Вышла там статья. Да. Автор Михаил Зыгарь. Ну ладно, он тут ни при чем в смысле в этой истории. Он, как говорится, за что купил, за то продал. Он написал статью со ссылкой, ну он иностранный агент, там в розыске в России все как положено, по-моему, уголовные дела. И поэтому его статьи берет Foreign Affairs. Но он там ссылается на некого олигарха, который типа приближенный к российскому руководству, каким-то образом, без имени. Который говорит, Путин пойдет на Киев снова, из Беларуси, через Чернобыльскую зону. И вот теперь-то он рассчитывает, что получится, потому что Украина уже устала, а Россия с новыми силами. Вот такая примерно легенда. Но легенда так себе, прям гнилая какая-то. Во-первых, нас пугают уже два года этим. Вот, по-моему, с осени 22-го, как они зарядили эту шарманку, что мы вот пойдем из Беларуси, так и уже и крутят ее. Но мы знаем, мы же умные теперь. Это мы в 22-м ничего не знали, ничего не понимали. Мы сейчас, я имею в виду, не армия наша, а мы, обыватели, вот обычные мирные жители Украины. Мы знаем, что когда русские идут из Беларуси, их видно физически. Ну да, не завидеть тяжело. Ну нет, ну почему, мы не знаем. Я что, знал, может, можно проползти, может, не видно. Сейчас выяснилось, что, во-первых, шло 70 тысяч человек. Их видели за полгода до того, как они дошли до границы. Значит, если они снова 70 тысяч человек решили направить, у нас для них плохие новости. Там все заминировано, перерыто и так далее. Если больше, ну сколько, 200, 300, 500 тысяч, все равно, кстати, недостаточно. Для того, чтобы брать в кольцо Киев, надо несколько миллионов россиян. Несколько миллионов. Вот. То есть вот они готовят такую группировку. Предположим. Они будут везти ее на границу несколько лет. Я не шучу. Просто реально. Ну хорошо, год минимум нужно, чтобы подтянуть все это, границы с Белоруссией. Оборудовать тыловые лагеря, там, понимаете, вырыть окопы. Мы же знаем, да, всю эту историю, Мадягу, да? Вот. Но мы же теперь другое кино-то будем смотреть. В 22-м году мы оборонялись. А в 24-м уже нет. В 24-м, если россияне решат выстроиться свиньей, так сказать, на территории Белоруссии, чтобы идти наступать на Чернигов, на Чернобыль и на Киев, то мы начнем их крашать там, французскими планирующими бомбами, хаймарсами, артиллерией крупнокалиберной, прямо на территории Белоруссии. И это только раз. Второе. Тогда у нас не было беспилотников самолетного типа, насколько я помню, которые сжигают на раз нефтеперерабатывающий завод, потому что обладают искусственным интеллектом, чтобы найти все его слабые места. Мы сейчас сжигаем этими беспилотниками башни сатурации в Татарстане, в тысячи километрах от нас. Я думаю, что на Мозырьске НПЗ, в день, когда россияне решат напасть на нас из Белоруссии, обрушатся сотни таких беспилотников. Не 10, не 1, не 8. Сотни. Причем сотни на Мозырьске и сотни на Новополоцке. И в этот момент российская армия просто остановится, потому что у нее кончится бензин сразу. Весь. Поэтому прям, да, кстати, еще им нужно сначала построить загородительные сооружения, оборонительные сооружения вокруг Минска. И вокруг Гродно, и вокруг Бреста. Потому что так-то, в смысле, а что за проблема нам с Волыни пойти на Минск? У нас же нет вопросов. А еще есть добровольческие корпуса, то есть Акалиновского, которые не хотят вообще режим Лукашенко видеть в этой жизни. А тут мы поступим, тут мы поступим в духе, как когда-то железная дивизия немецкая пыталась взять Ригу в 1919 году. В 1919 году немецкая армия уже не существовала, потому что в 1918 она проиграла Первую мировую войну. Но их отдельные дивизии просто валялись в пестолку по полям сражений. Ну, просто так. И вот в Латвии по полям шлялась железная дивизия, но ей было запрещено воевать с соглашением, в смысле, с Версальским миром. Но оружие у них было, все было, командиры, оружие, солдаты, все. Им было нечего жрать, поэтому они грабили села в Латвии. И тогда, так как они сожрали все, что могли, они решили взять штурмом Ригу. Но если бы они начали штурмовать Ригу, по ним бы открыла огонь английская артиллерия. Британские корабли стояли в порту. Поэтому, чтобы так не было, они взяли одного русского, одного, какого-то генерала русского, и сказали, что это гражданская война, что этот русский генерал ведет в поход белогвардейцев на Ригу. Это реальные события 11 ноября 1919 года, которые с тех пор каждый год в Латвии отмечаются, как день создания латвийской армии, которая противостояла. Соответственно, у нас полк Калиновского, я не знаю, сколько у него сейчас численности, но в день нападения Беларуси на Украину, в полк Калиновского неожиданно вступит 100 тысяч человек. Потому что украинцы просто захотят все-таки, да, помочь белорусским братьям, мне кажется. И полк Калиновского возьмет Минск за три дня, как говорится, чего уж там. Война у нас будет совсем другая, понимаете? Именно поэтому, а вот теперь, серьезно, именно поэтому Белоруссия угрожает нам ядерным оружием. То есть Лукашенко говорит, он же все это понимает. Он понимает, да, не дурак. Вот он не идет вообще в этом часу. Я согласна тут абсолютно, да, он все прекрасно понимает, давно причем. И последствия для себя тоже разные, международные, вот такие внутренние, конечно. Нет, там уже не про международные какие-то последствия, речь идет. Речь идет о том, что если с его территории снова нападут на Украину, то у него не останется страны, мы ее уничтожим просто. Когда они на нас напали, у нас была армия в 200 тысяч человек, а сейчас в миллион с лишним. Поэтому он запугивает, что, дескать, мы нападем, а вы нас не трогайте. Мы тоже как Россия. Нет, товарищ, вы не как Россия. Мы-то знаем, что у вас ядерное оружие есть, а кнопки нету. Вы нажать не можете. И американцы на ваших горе это знают. И когда американцы говорят, нет, пожалуйста, атакамсами не бейте по Москве, как сказал нам Байден, да, вот везде бейте, по Москве и Кремлю не бейте. А по дворцу Лукашенко бейте. Американцы сами обстреливали дворец Каддафи, если вы вспомните, в 1886 году. Вообще без вопросов. Просто бомбили прямо дворец конкретно Каддафи, чтобы прямо лично убить Каддафи. Поэтому здесь тоже не заржавеет по дворцу Лукашенко ударить. Вот просто конкретно с американских самолетов. И пусть кто-нибудь возразит. Возражения есть, спросим мы, возражений нет. Дружно ответят ОДКБ или как у них там называется. Армения от имени ОДКБ ответит. Армения ответит, конечно, да. Армения уже всю дружбу ощутила и помощь на себе от Российской Федерации вполне, более чем. А почему мы до сих пор не бьем ни по дворцу Лукашенко, ни по Мозырскому НПЗ? Зачем мы оставляем вот этот месточек? А, так он же с нами не воюет. Он же, мы же, не дурак. Между прочим, последнее нападение с территории Беларуси на нас было, собственно, летом 22 года. И на этом все закончилось. Но было. У нас с ним сепаратный мир заключен. Ну, вы об этом не знаете, я тоже, никто об этом не знает, но у нас с ним заключен сепаратный мир с Лукашенко. Они не нападают на нас, мы на них. Он прямо обозначил тогда, что нельзя бить по Мозырскому НПЗ, по Новополосскому, мы не бьем. Он сегодня с этих заводов поставляет бензин русским. Это плохо. Потому что у русских нет своего бензина. Они буквально подписали этот самый, правительство подписало указ новый в России, что продлили разрешение на экспорт бензина. Так-то он не запрещен, экспорт бензина. В России, да, в смысле? В России. Вот. А сейчас, значит, снова разрешили, потому что у них не хватает своего бесток. Мы взорвали их НПЗ. И они получают из Беларуси, из Казахстана. И мы не бьем по белорусским НПЗ, как вы видите. Не-не-не. Мы ничего там оставляем. У нас с ними мир. Они сейчас как Испания Второй мировой войны. То есть страна, которая, да, фашисты, ну, как генерал Франко, да, но ни с кем не воюет. Тогда мы делаем следующий вывод, что дальше вот этих словесных угроз Лукашенко не пойдет. И с его территорией все-таки те новые 70 тысяч и не только сюда соваться не будут. Это не так, потому что Лукашенко не управляет этой территорией. Лукашенко пытается ее управлять, но не управляет. Понятно, что у него могут не спросить. Прислать войска россияне могут? Могут. Все это начать могут? Могут. Но мы, еще раз, мы не будем беззащитны перед этим всем. Потому что мы не будем пытаться отражать эту атаку в Чернобыле или в Чернигове. Будем отражать ее на территории Беларуси. Как сегодня мы уничтожаем русскую артиллерию на территории Белгородской области, как мы знаем. Вот у нас сейчас каждый день в сводке Генштаба, вчера было 66 орудий артиллерий, позавчера. Вчера 55. Понимаете, откуда эти артиллерийские орудия вдруг взялись? Они на территории РФ находятся, а мы туда бомбим хаймарсами и управляем бомбами. А тут все это самое будет происходить на территории Беларуси. Все эти аэродромы и так далее. У нас все есть. И он это знает. Путин может решиться. Ну, даже Путину же не жалко Беларуси. Ему же не жалко Белгородчего. Правильно? Это должен понимать и Лукашенко, и Путин. А вот временно исполняющий обязанности губернатора области уже Курской обратился Алексей Смирнов в Министерство агрессии Российской Федерации. Знаете, тоже с таким удивительным для них призывом говорит, хватит размещать военных в домах жителей. Это тоже, по-моему, что-то новенькое. Представляете, он заметил. Говорит, потому что потом же жители стают жертвами, а военные прикрываются ими. Мне кажется, что об лице и Смирнове мы уже не скоро услышим. Да, там есть еще такая интересная история. Мы же бьем сейчас так много беспилотников, то есть десятки беспилотников каждую ночь на Белгородчину. Каждую ночь. Это отдельно от Крыма, отдельно от больших атак на Новолипецкий металлургический, например, только Белгородчина. И вы знаете, такие сообщения идут, если глядеть в российские официальные СМИ, то там сообщения буквально через строчку. Типа, подбит грузовик, подбит автобус. Ну, в смысле, в каком-то селе Белгородской области мы попадаем беспилотниками в грузовики и автобусы. Но, естественно, они пишут, что это грузовик, который перевозил молоко, хлеб, там, не знаю, детские игрушки, лего. У колбарби. Да, да. Ну вот. Матрешек. У них тоже все перевозят почему-то исключительно работников сельскохозяйственных предприятий. Все там люди начинают плакать, собирать гуманитарную помощь. Но на самом деле это что? Автобусы – это передвижные командные пункты. Они сами с гордостью выкладывали видосы россияне, как они все это делают. А цистерны с горючим перекрашены в молоко, кукол Барби и так далее. Вот. И со снарядами. Поэтому там вторичная детонация кукол Барби постоянно происходит. Вот. Поэтому да. Но я вот уверен, что наверняка мы же ошибаемся тоже. Но если мы бомбим один за другим грузовики, то есть они по-настоящему повезут куклу Барби, мы же тоже его шандарахнем, правильно? Вот. Но это россияне сами виноваты. По законам военным, по военным законам, по законам правилам ведения войны, такой грузовик обязан быть окрашен в военные цвета. Чтобы однозначно быть понятно, что это военный автобус или военный грузовик. А россияне на видео, которые гуляют по телеграмму, хвастаются. Да. А что, говорит, мы едем на таком автобусе, снаружи он обычный белый автобус, никто же не может догадаться, что мы тут военные внутри. Вот и все. Поэтому гражданские жертвы, которые есть в России, должны благодарить свою родную российскую армию за это. Конечно, да. Я думаю, что погром жизни, в прямом смысле, должны быть ей благодарны. А куклы Барби вот такие, взрывные. Михаил, спасибо большое, что наши разговоры с вами не заканчиваются, что мы встречаемся с вами каждую неделю, и не только, и в эфире рады вас всегда видеть. Благодарю вас за вашу позицию, за ваш анализ, за то, что вы успеваете и за культурой следить вражеской, не только, да. Благодарна вам, спасибо. И смотрим мы все ваши интервью, их также и стримы, их можно посмотреть и на ютубе 24-го. Но в первую очередь призываю наших зрителей подписаться на ютуб Михаила Шетельмана, пожалуйста, друзья. Легко его найти в подписи под этим видео, и также в ютубе Шетельман, не ошибетесь, точно увидите там еще больше аналитики этих тем, которые мы в связи с ограниченным временем не успеваем обсудить у нас. Я точно знаю, что вы всегда хотите знать больше. Михаил, спасибо, до новых встреч. Спасибо, Ирина, до свидания. Спасибо. Спасибо.